Николай Андреевич Журавлёв 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 Не только из закона, точнее ряда законов, но и подзаконных актов, рекомендательных писем, постановлений правительства. Вот эта комбинация законодательства, это все законодательство, которое зачастую носит разрешительный, запретительный, рекомендательный, а многие вещи просто не описаны. Это зачастую заставляет, точнее не заставляет, а проводит к тому, что чиновники, особенно на местах, просто не берут на себя ответственность и не пользуются теми полномочиями, которые законодатель им предоставил. Вот мы определяем это как самую главную проблему нашего законодательства о контрактной системе, поэтому и тем пакетом, который мы внесли буквально несколько недель назад в Государственную Думу сенаторами и депутатами во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко, тот законопроект, который завтра будет рассматриваться, я надеюсь, во Втором чтении, в Государственной Думе, он, собственно, и нацелен на то, что вот это все уточнить. Как я уже говорил, мы провели очень большой анализ, самое главное, вместе с регионами. У нас была создана специальная рабочая группа, примерно 20 представителей, 20 регионов, причем совершенно разных, начиная от очень успешных, продвинутых в части контрактной системы, такие как Москва, Московская область, Азербург, Калининградская область, так и, скажем так, не сами экономически развитые регионы, все принимали участие, новые территории, и мы, я считаю, предложили достаточно сбалансированные поправки, и я хотел бы сказать, что вот эта работа над этим законопроектом, это вообще показательный пример, скажем так, идеального взаимодействия между законодательными регионами и нашими регуляторами в лице Министерства финансов, Казначейства, Федеральной службы, поэтому я здесь хочу особо благодарность сказать Алексею Михайловичу и Анне Томуразовне, и Петру Валерьевичу за очень эффективное действие взаимодействия. Ну, все, наверное, читали поправки законопроект, но я все-таки хотел коротко остановиться, о чем, собственно, он. Ряд норм, которые уменьшают сроки. Сроки, на самом деле, сроки заключения сейчас достаточно оптимальные, но есть, скажем так, некоторые позиции, по которым эти сроки можно было бы уменьшить. Предлагаются более простые, для ряда направлений, более простые способы и виды закупок, опять же, для того, чтобы сократить сроки и облегчить все процедуры, которые сейчас есть. Значит, более четко прописана процедура, когда, упрощена процедура, когда второй победитель автоматически будет иметь возможность заключить контракт при том, что если первый победитель, значит, по независимым от него причинам, не сможет заключить контракт. Согласование тоже более четко прописали нормы, связанные с согласованием с фаз, упрощение согласования с фаз закупки у единственного поставщика. Подняли лимит электронного запроса котировок с 3 до 10 миллионов рублей. Лимит малых закупок в электронной форме с 3 до 5 миллионов рублей. Сократили сроки заключения контрактов с единственным поставщиком. Опять же, следующий победитель по независимым причинам я уже сказал. Под ключ. Контракты под ключ продлили до 1 января 2025 года, то есть еще на полтора года, но такая, скажем так, одна из самых дискуссионных был вопросов, но все-таки с учетом того, что очень небольшая сейчас пока практика использования этого полномочия, я думаю, что здесь правильно то, что мы приняли решение на эти два года этот срок продлить. Также более четко прописали нормы, связанные с эквивалентами разрешить возможность заключения контрактов без указаний эквивалентов по ряду направлений, в первую очередь, там это медицинские изделия, специальное питание и так далее. Убрали, точнее уточнили из законодательства нормы, связанные с требованием определения МНЦК, полномочия МНЦК по, соответственно, методике определения, которая тоже носила, скажем так, рекомендательный характер, и из-за этого очень многие заказчики, ну, скажем так, не всегда как бы вот эту серую зону использовали максимально эффективно для того, чтобы сокращать процедуры и сроки. У нас, на самом деле, предложение, которое мы сформировали по результату вот этого обсуждения и работы рабочей группы, состояло из трех частей. Первая, это вот, собственно, сам законопроект, который завтра будет рассмотрен, надеюсь, во втором и третьем чтении и вступит в силу буквально с мая. Есть еще блок предложений, которые связаны также с изменением законодательства и требуют согласования в рамках Евразийской нашей комиссии. Это отдельная процедура, по которой мы не можем без наших коллег по Евразес пройти, соответственно, свои изменения законодательства. Это касается и сокращения сроков, и получения дополнительных возможностей закупки у единственного поставщика, и, очень важно, сокращения аукционного перечня. Без предварительных согласований мы это не можем у себя в законодательстве провести, но в целом внутри себя мы по ряду направлений договорились, и я надеюсь, после, опять же, этих процедур межстрановых мы у себя также изменим законодательство в этой части. Плюс ряд предложений, на которые есть поручение Дмитрия Юрьевича Григоренко, и я надеюсь, тоже в ближайшее время правительство внесет соответствующие изменения в части подзаконных актов. Это возможность объединения лотов взаимосвязанных товаров, расширение такой возможности, сокращение сроков процедур изменения в каталог товаров. Это полномочия Минфина, там есть соответствующие процедуры, и есть запрос от регионов эти процедуры упростить и сократить соответствующие сроки изменения И мы предлагаем все-таки продолжить дискуссию по автоматизированной системе скоринга в качестве инструмента по определению более надежного качественного поставщика. Я также хотел бы поблагодарить правительство за то, что в ходе этой работы правительство провело большую работу по разъяснению для региональных, для муниципальных участников контрактной системы. И в первую очередь хорошо, что вышло совместное письмо ФАСа и Министерства финансов о том, что контрактные процедуры можно начинать до доведения лимитов. Это очень важно, поскольку контрактное законодательство и бюджетное законодательство напрямую между собой очень сильно интегрированы и связаны. И прежде чем многие на самом деле участники контрактной системы, заказчики, бюджеты не начинали процедуру контрактации до того момента, когда строчка уже не появится непосредственно в бюджете, хотя все законы по бюджете приняты и решения все по доведению лимитов есть. Вот это очень важно для того, чтобы сшить бюджетное и контрактное законодательство. Ну и продолжаем мы работать по надрядам вопросов, которые были заявлены регионами и нас очень сильно волнует, но в которых еще нет консенсуса внутри правительства. Это и вопросы, связанные с противодействием профессиональным жалобщикам, и дальнейшая либерализация контрактного законодательства для научных организаций в части неокров, только в части неокров не связаны с капитальными вложениями, но мы будем предлагать поправки, связанные с тем, чтобы ввести мораторий на ряд норм, связанных с закупками научными организациями. И, конечно, перед нами стоит задача, мы надеемся, что после того, как соответствующие поправки в 44-й будут приняты, нам нужно будет актуализировать и ответственность в КААПе. Такой законопроект у правительства разработан, его надо будет модернизировать с учетом тех норм, которые сейчас будут приняты и тоже принять. Ну, пожалуй, в двух словах то, что нам удалось сделать, я надеюсь на поддержку Государственной Думы завтра. Да, Николай Андреевич, спасибо. Действительно, иной раз нужно резко принимать решения, потом, как говорят, война покажет план, но Вы правильно сделали, что эти вопросы, так скажем, взяли на площадки Совета Федерации, поставили вместе с регионами. Мы понимаем, что это не Ваши какие-то придумки, а это запрос регионов. Мы тоже всегда ориентировались на гильдию отечественных специалистов-закупщиков, они дают обычно обратную связь и на нововведения, их предлагают. Потому что это, конечно, сила Совета Федерации, и мы понимаем, что закон, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, сегодня, ну, рассматривается завтра будет, да, во втором чтении нет сомнений, что принят. Вот это как раз то, что просят регионы доправить, чтобы им легче было решать задачи по государственному контрактованию, эффективному. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!